ребят всем привет мы сейчас находимся в китае в городе гуанчжоу и сегодня мы затронем очень интересную тему про садик про детский садик в китае постараемся разобрать эту тему пошагово как попасть туда да сколько стоит и ответим на часто задаваемые вопросы у нас уже есть видео на канале про садик и не одно видео и вопросы скопились сегодня попробуем на них ответить и сейчас мы ребят направили в садик в тот садик который ходили дети наши вероника куда идешь рассказывай садик зачем видеть учительницу воспитательницу да свою недавно вероникина воспитательница написала кати что хочет увидеться с вероникой соскучилась очень скучаю сейчас наши дети уже ходят в школу начнем ребята по порядку как найти садик мы искали и жилье и детский сад одновременно нам было важно чтобы детский сад находился вблизи нашего дома и наш детский сад находится прямо нашем garden garden это дворовая территория охраняемая в нашем garden 13 домов мы жили вот в этом доме и наш сад находится прямо напротив дома да то есть вы видите что буквально 100 метров и детский сад это было очень удобно вы часто спрашиваете как попасть в детский сад надо прийти детский сад и спросить если свободные места сколько стоит и какие условия естественно если вы не разговариваете по китайски то нужно взять своего переводчика когда мы пришли в детский сад нам сказали какие документы необходимы и где пройти медосмотр сколько это стоит и как все это сделать нам в принципе там все объяснили вот примерно так выглядит садик можете ориентироваться часто задаваемый вопрос дает ли садик визу честно сказать мы не знаем дает ли он визу или нет скорее всего нет на входе вот такая вахта здесь отмечается в общем дети пропуском он в общем панель вот панель и есть охранник он одет вооружен и очень опасный опасен вот примерно так вот он выглядит как а вот нас здесь естественно все знают поэтому проход нам разрешен и нас ждет уже воспитательница что здесь больница здесь медосмотр да медсестра сидит окей я кстати смотрю у воспитательницы ваших форма поменялась о здесь решеточка появилась не было и дальше подделки до так здесь у нас это воспитательница вероники выросла конфеты это нянька поле не как дела спрошу так в общем мы зашли в группу группа находится на втором этаже группа есть на первом на втором на третьем и на четвертом этаже докажется нет на третьем на третьем нет первый год мы ходили на первый этаж вероника ходила второй год на второй этаж и третий год на третий этаж там стаж так вкратце ну вот такая небольшая группа в группе примерно 20-25 человек здесь имеется вот такой вот бидончик там горячая вода здесь индивидуальные кружечки подписаны дети приходят оставляют здесь свои рюкзаки кассе спрашивают сколько стоит садик в китае один месяц стоит 2300 юаней это включает питание дополнительно мы платили за постельные принадлежности рюкзак форму учебники и так далее необходимые вещи около 1000 юаней в начале учебного года дополнительные какие-то курсы были ежегодно предлагаются дополнительные даже не ежегодно раз семестр предлагается дополнительные курсы стоимость курсов 1000 юаней за курс то есть это в семестр например танцы лепка мы ходили подожди мы ходили на танцы на лепку танцы нам не понравились лепка понравилась дети очень были в восторге вот так выглядят ребята у них постельной принадлежности каждую неделю в пятницу или через неделю отдается постельное белье на стирку вот здесь дети укладывают свои рюкзаки там лежат учебные материалы что еще вещи запасные обязательно одежда до запасной одежды надо было помимо того что у детей форма еще надо было там два комплекта дополнительно приносить одежды летом в жаркое время даже три комплекта просили футболки и штанишки какие-то или ребят в группе два воспитателя старший воспитатель и младший воспитатель такой типа как она на по помощник да и нянечка она в общем отвечает за помыть убраться протереть и так далее пройдем в комнату где пипи пупу делают общем здесь рукомойник у такой вот здесь как-то называется общем пописать сюда нянечкины швабры инструкция как мыть руки посмотрите дальше зеркало что тут дальше здесь унитаз лишь уже можно так понимает смыть а где же они как а то делают никак как вы тут какая делали а вот из зона девочек здесь зона мальчика до пушек а как все же видно как вы сидите писаете а как какая делает мы воспитатели здесь кормят это вот у них сейчас ужин здесь наверху столовая и воспитателям если не ошибаюсь часов 6 выдают ужин и работают они аж до 9 часов примерно они реально вот смотрите дети уже все разошлись они сидят делают но видимо готовится к завтрашнему дню вот она там убирается нарезает и так далее и так в каждой группе что-то кто-то что-то делает дальше ребята где дети спят не а постоянно спрашивали в видео здесь в общем подиум такой и здесь выбегается кровать вот так вот вот так а как а как вы спали сколько здесь двое детей или сколько власть на пусть на подиуме дает селили да а здесь как здесь один ребенок спал или два 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 да вот так да ясно задвигается все и свободная площадь освобождена общем постельное белье лежит здесь все целую неделю не к пошла с учительницей посмотреть ее класс на третий этаж но пошли еще ребята меня спрашивают в комментариях постоянно опасно ли вот это я не знаю в общем не было никаких случаев за наше все пребывание садики никаких случаев по выпаданию детей с балкона не было но действительно по сравнению с российскими садиками маленько выглядит странновато но так как это юг китая здесь всегда все открыто чтобы ну влажность очень большая и поэтому может быть сделано по такому принципу я не знаю в детских садах во всех балконах да то есть он достаточно на высоком уровне да еще смотрим еще можно по нормально то можно еще забраться в общем ребят случаев не было за детьми постоянно присматривают поэтому все нормально не переживайте на одном этаже две группы в 1 группа и 2 группа разделяет это вот это все стена тебе ничего не напоминает это место что напоминает рассказы а поле тебе это место ничего не напоминает вот смотри она даже стоит в этом месте и ты стояла здесь она стояла здесь что это было полина переводила пообещаю учительница что ты будешь слушаться у вас у нас есть ребята на канале видео как вот эта воспитательница вызвала папу на беседу то есть веронечка там общем на хулиганила много-много и папа был приглашен на собеседование естественно я по-китайски говорить не говорю я с тобой взял полину она была у нас переводчиком это видео сейчас эти набирают обороты просмотра я могу ссылочку оставить в описании посмотрите как мы в общем общались с учительницами у нас состоялась беседа с воспитательницами все прекрасно ну просто это нормальная практика и в тот день ребенку не сильно досталось просто мы с ней побеседовали она пообещала что не будет больше хулиганить и будет слушаться и может быть это выглядело в видео прям сильно сильно что там по жопе получила в общем ничего такого не было все нормально и смотрите они он дружит до сих пор общается она прям очень довольна и вероника разговаривает по-китайски на просто стесняется да это мы делали представляете вот сохранились эти работы мы сейчас ребят находимся на четвертом этаже и дети здесь танцуют да без полинка танцевала кстати и здесь тоже ребят балкон вот примерно так он выглядит здесь бухгалтерия сидит здесь мы приносим за садик деньги да здесь да здесь сидит директор и по утрам у них планерка и по вечерам планерка в общем собираются все воспитательницы и здесь во главе сидит директор и ребята на пятом этаже находится столовая там общем готовят еду и уже разносят по этажам контейнер и и раскладывать там кухню мы хотели сходить на кухню но она сказала туда лучше не ходить спустились на первый этаж здесь происходит приемка детей в общем приходит отмечается приводит детей воспитатели встречают здесь вот такую дорожку встречают и проверяет температуру проверяет руки кожу язык в общем смотрят на наличие каких-то заболеваний у ребенка если ребенок больной то домой если не больно то выдается зеленая карта дальше воспитатели принимают детей и здесь проходит в два захода зарядка здесь не рабочий бассейн я не знаю он за все это время никогда не работал здесь малыши спускаются и в общем делают какие-то ну какую-то зарядку здесь в общем такая пристройка кирпичная и там проходили у нас дополнительные занятия по лепке на первый этаж который я училась самого первого дня до когда у нас вероника пришла в садик она сразу же попала в эту группу на первый этаж все малыши идут на первый этаж потом каждый год выше 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 так ну поздоровайтесь него темного никто что наделать просить работает их стираю докажите когда мы покушали у каждого индивидуальная группа еще меньше да с этой заметила здесь кровати тоже выдвижны воспитатели все молодые примерно от двадцати двух может быть до двадцати наверно пяти народа 20 даже до до воспитатель все молодые энергичные делают зарядку с детьми энергично тут прыгает скачет общем клево воспитатели в китае примерно но вот я у нее спросил она получает 4000 юаней в месяц вот так вот для гуанчжо мне кажется это очень низкая зарплата маловато возможно вот у нее помощница есть воспитать воспитательница она младшая мне кажется она может даже меньше зарабатывать нянька возможно даже еще меньше в общем не стали дальше просто расспрашивать здесь вот такое покрытие резиновое очень удобно и не скользкая можем бегать прыгать дополнительное занятие кстати знаю что есть баскетбол ты приходит мастер и преподает баскетбол на детской площадке имеется такой городок дети прыгают скачет здесь кстати очень тенисто всегда да здесь очень хорошая тень от этих деревьев каждый понедельник происходит поднятие флага чана там те интересуется цвет волос ника тоже красится вам садик китайский нравился чем нравился расскажи вкратце красиво много интересного что еще еще есть что-нибудь отметить поле не уходите только в общем весело да и когда пришла самый первый день те сложно было ты же язык язык не знала сложно было плакала а что не забыла ты не помнишь мою хорошее сложно было да помнишь он там целовались прощались через решетку постоянно пока вероника ты там помнишь в общем-то забыла да вероника привыкала к китайскому садику примерно может быть полгода может быть даже чуть больше очень да в общем долго полина у нас привыкала не знаю может быть месяц месяц привыкала без знания языка им конечно же было ребят тяжело но находясь в среде китайцев дети очень быстро взяли язык начали самого простого попить пописать в общем покушать и так далее и дальше 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 вот вероника и у всех индивидуально я не знаю как у вас но у нас вероника чуть позже взяла язык она больше как смотрела на полину у нее такая адаптация была полина очень быстро начала брать язык очень прислушивалась в общем быстро заболтала что многие говорят типа что вероника не разговаривает на китайском языке даже некоторые китайцы думают что она не разговаривает на китайском языке потому что она не говорит когда кто-то хочет иди поговорили там переведено вот не хочется стояться в общем да а если и надо что-то взять попросить она прям идет и прям спокойно разговаривать все понимает и так далее общается нянечка уходит домой времени уже сколько время пол седьмого она ушла домой воспитательница еще здесь она проверяет знание китайского языка спрашивает самое элементарное да нельзя уж и мамин зуетом спрашивали как его зовут учителя да тебе чем нравился китайский детский сад расскажи вот так ярко и что-то попробуй вспомнить не знаю мне он понравился там было очень весело я там играл с детишками мне очень понравился мой садик он был очень веселый очень хороший там было очень с воспитателями ты подружилась да очень хорошо а долго ты привыкала к китайскому детскому саду ну так чуть-чуть сложно тебе было вот первый день вспомни первый день когда ты пришла не знала ни китайского ну чуть-чуть было сложно сложновато да было такая сидишь не языка ничего не знаешь куда ну смотрела допустим если попить то они тебя подзывали да там попить допустим да там если покушать то садились кушать кушать вот так язык жестов там полина иди сюда чефан чефан да и ты такого чефан это кушать значит молодец кстати поле ты очень быстро язык гола молодец переводится да чуть не чуть дольше давай побыстрее учи язык и пойдем на фабрику китайский говорит хорошо ну здорово молодец ну что все рассказали мам да про детский сад зале и уже темнеет и учительница надо освободить чтобы она поужинала и продолжила ребят я думаю что мы ответили на все накопившиеся вопросы да я думаю что принципе каждую каждый вопрос затронули да если что-то не досказали то пишите в комментариях напишем да ответ комментариях вот в общем если хотите в китайский детский сад просто идете ищите примерно что-то похожее ну естественно нужно как минимум разговаривать по китайски чтобы до директора дойти понимаете если не разговаривать это берете с собой переводчика и идете с переводчиком в сад у нас уже дети уходят в школу поэтому смотрите видео про школу как мы пошли в школу в первый класс пошли сколько стоит школа какие у нас успехи в школе у детей часы работы детского сада 7 30 с этого времени начинают прием детей до 8 30 это край и забор детей происходит 16 30 до 17 30 все ребята вышли мы из садика я думаю что видео очень получилось интересное познавательное вообще мы сюда пришли просто встретиться с воспитательницей вероники она очень соскучилась и сказал приходите хочу повидать ребенка ну что рады довольны я смотрю вы с подарочками такие счастливые но какие ощущения у вас рассказываете получается у учительницы подарочки и у нас да вы тоже с подарочком пришли подарили конфеты да скучала по учительнице а помнишь она тебя ругала она переводила мне там она не помнит не помнишь эти видео покажу помнишь часто расслабься часто расслабься что-то напугал запугалась но это же ее воспитательница ты уж не ревнует что ты ревнуешь подписываемся на канал ставим лайки и всем пока пока пока